Здарова пацаны! Сегодня, точнее сейчас, мы находимся возле берегов Африки. Приехали пацаны из ЧВК и привезли они с собой китайский автомат Калашникова. Сейчас посмотрим, найдем ли отличие от нашего АК. Данная модель очень старая. Название его АКМС-56. Нажимаем на кнопку, приклад раскладывается. Кстати, хочу заметить, он намного длиннее, чем обычный АК. Целится, вкладка сразу неудобнее. К разу могу сказать, что прорезь на мушке гораздо меньше, на целике гораздо меньше. И сама мушка, она закрытого типа. Вот просто есть отверстие для ведения поправок. Далее, нет резьбы. На наших, на старых моделях тоже не было резьбы. Но здесь она не предусмотрена. ДТК, либо банку установить не получится. Газовая трубка с отверстиями. У нас такого я не наблюдал. Может на каких-то моделях какого-то года были. Но здесь вот они как расположены. Четыре с этой стороны, четыре с другой стороны. Здесь болт установлен дополнительный. Планка отсутствует. Переводчик огня. Одиночный авто. На китайских иероглифах. Сейчас разберем, посмотрим, что внутри. Магазин 30-ка. Калибр 7,62х39. Возвратная пружина такая же. Все то же самое. Затворная рама с поршнем то же самое. Поршень немного сразу заметил люфтин. Не пойму, как он найти. Резьбы нету, так как он насаживается. Но металл, так как ребята работают в суровых условиях. Это песок, морская вода. Затвор немного корродированный. Затвор и затворная рама. Вот так в целом. Все то же самое. Больше никаких отличий нет. УСМ такой же. Пружина витая. Все как у нас. Здесь все то же самое. Данный человек из ЧВК. Он сказал, что это самое лучшее оружие. С которым он выполняет различного. В общем работает. Сказал это лучше. Как он сказал, лучше иметь старый Калашников, чем новую М-16. Ребята, я с ним так поразговаривал, не знаю. Он сказал, когда выезжаем на тренировки. Стрыгиваем с лодки. Попадает песок. Автомат Калашников вообще не клинит. Никаких проблем у него нет. В отличие от М-16. Так что он еще так интересно сказал, говорит. Из автомата Калашников можно всегда сделать первым. А из М-16 не первым можно и не выстрелить. Так как очень проблематичная винтовка. Но это легендарный автомат Калашникова. Старый, очень старый. Видно, что многое он повидал. Так что, какие дела. Приклад также складывается. Вот такие аппараты. Такие патрончики. Патрончики, он сказал, с низким рикошетом. Я не помню, как они называются. Каллиматор есть. Каллиматор. А импоинт. Это, да? Да, а импоинт. Куда они его ставить, пока будет, неизвестно. Ремень. 612 патронов с собой. 12 пристрелочных для проверки. 600 на работу. А, есть этот планк. А, вот как она. Она крепится, кронштейн. Кронштейн крепится, болтами крепится. Алюминиевый кронштейн. Ну, это ерунда полная. Шлем. Бронежилеты, там пластины вообще детские какие-то. Тим-лидера. Работа тим-лидера. Получает он 1800 долларов. Остальные по 1200. То есть, по дальнейшнему курсу это 130-140 тысяч рублей. Штуки, думаю. Сейчас мы через полчаса постреляем. Но, определенной причины не покажем вам этого. Легендарный автомат Калашникова. Былка китайского производства. А так, все, в принципе, то же самое. Копия. Все, всем спасибо. Всем пока.